Друзья, сегодня хочу осветить с вами некоторые вопросы, очень важные вопросы, касающиеся работы магазина «Купи сувенир». Эти вопросы часто задаются, решили мы собрать их воедино и ответить на них сразу, оптом. Это вам поможет во время заказа, это вам поможет избежать некоторой путаницы, некоторых неприятностей во время заказа и получения товара. От магазина «Купи сувенир». Итак, важный вопрос, отправляете ли вы свои товары в Россию, Казахстан и страны бывшего СНГ? Мы отправляем свои товары не только в Россию, Казахстан и страны бывшего СНГ, мы отправляем по всему миру, в любой уголок нашей планеты. Единственное, что, конечно, индивидуально обсуждается, сколько это будет стоить, время доставки, ну, время доставки может быть от 10 до 20 рабочих дней. При условии стопроцентной предоплаты, конечно, ну, и рассчитывается тогда уже доставка. Доставка может быть от 600 до 4000 рублей, что касается России. Ну, и в каждую точку земного шара тоже, конечно, будет рассчитываться индивидуально. Но доставляем. Ответ «да». Так, еще вопросы. Товар точно приедет в целом? Ну, товары у нас разные, сами видите, есть металл, есть стекло, есть дерево. Конечно же, не идеально относятся наши службы доставки. Но это, в общем-то, опыт всего мира, наверное, такая процедура. Иногда товары бросают, иногда на них наступают и так далее. Со своей стороны, мы очень качественно относимся к упаковке товаров, используя весь спектр упаковочных материалов. Постоянно над этим работаем. Ну, стараемся, чтобы товар приехал целым. Ну, что с ним случится в дороге, конечно, мы уже, ну, как бы не гарантируем. Сколько будет стоить доставка? В Киев доставляют курьеры. Ну, от 1000 гривен это будет 50 за доставку гривен. При доставке курьером от 1000 гривен товар, ну, будет бесплатно. По Украине доставляем новой почтой. Доставка может стоить от 60 до 75 гривен. Ну, то есть, все зависит от товара. Или он какой-то там маленький, или какой-то очень большой. Там может быть какой-то мебельный компонент, или там интерьерный. Конечно, все рассчитывается индивидуально. Плюс, вы можете сэкономить некую там сумму денег, которая взымается на отделении новой почты за доставку ваших денег. То есть, это 2%, там, 20 гривен плюс 2% от суммы. Примерно так вот. То есть, если товар стоит 500 гривен, допустим, то вы заплатите 60 гривен за доставку, плюс 30 гривен за доставку денег уже. Вот. Если вы перечислите стоимость товара на карточку приватбанка, указанную нашим оператором, нашим менеджером, то сэкономите вот как раз эту сумму, эти 30 гривен. Почему у вас заявлена такая дорогая доставка? Друзья, мы не устанавливаем стоимость доставки. Это уже делает оператор, допустим, новая почта. И от нас это никаким образом не зависит. Какие-то изменения, повышения. Ну, условия нашей реальности, это всегда повышение, понижение. Что-то я давно не видел. Но, в общем-то, не от нас это зависит. Куда я могу к вам подъехать и забрать товар? К нам подъехать вы не сможете. У нас интернет-магазин. Вот. Тем более, товары есть на удаленных складах. То есть, мы их свозим в одно место, на один склад. И тогда уже отправляем вам. Примерно так это все происходит. Поэтому, все можно посмотреть у нас на сайте. Мы стараемся максимально предоставить информацию о товаре. Снимаем видео, показываем фотографии. То есть, если какие-то вопросы появляются, вы можете к нам обратиться. И получить еще какие-то дополнительные фотографии, какие-то нюансы, связанные с цветом, с какими-то деталями, там, какими-то фрагментами товара. То есть, все индивидуально оговаривается, и мы всегда идем навстречу. Если у вас магазин, ну, примерно такой же вопрос. Если у вас магазин, имеется еще один вопрос. Есть ли у вас магазин, чтобы посмотреть товар вживую? Ну, имеется в виду, наверное, физический магазин. Нет, у нас такого нет. На сайте представлены все товары с видеообзорами и так далее. Как я сказал выше. То есть, в принципе, максимально полная информация о товаре. Ну, и индивидуально тоже можно все это еще вам расширить и пополнить. Эту информацию как бы усовершенствовать. Если мне не понравился товар, я могу вам его вернуть. Конечно, можете. По закону Украины, в течение 14 дней, если товар не подвергался каким-то, с вашей стороны, физическим воздействием, дефектовке, какой-то там, я не знаю, разрушением, конечно, можно его вернуть. Но лучше, получив товар на новой почте, вот взяв его в руки первый раз, рассмотреть его внимательно, изучить, все ли вам нравится. После этого оплачивать или там не оплачивать его. Не нужно нести его домой, потом обнаруживать, что там что-то не так и после этого звонить и там предлагать нам какие-то там варианты. Лучше все делать правильно, друзья, рассматривать товар на новой почте, изучать его максимально, вот, а потом уже принимать решение, возвращать его или оставлять себе. Так, если я сегодня закажу товар, вы можете сегодня мне его доставить? Всякие в жизни бывают, конечно, случаи, бывают, что вот, ну, очень надо вот именно сегодня, поскольку забыл купить начальнику там что-то там, подарок какой-то. Мы входим в положение, бывает так, что доставляем, но это не системно. То есть, в принципе, мы товары доставляем в течение двух, там, трех дней, бывает дольше, там, в зависимости, где этот товар находится изначально, до недели, скажем так. Поэтому заранее, как бы, планируйте свои подарки, но в индивидуальных случаях, если вот товар у нас есть, прямо вот он есть, и вам нужно прямо срочно его, можем, конечно, как-то там подстроиться под вашу ситуацию и придумать что-то, ну, чтобы вы получили его срочно. Но это не часто, но бывает. Вам можно оплатить на карту? Я бы сказал, даже нужно. Ну, как бы, мы уже очень давно работаем, нашему магазину порядка восьми лет, наверное, никаких нареканий не было, и можно оплачивать на карту, не боясь. Если даже что-то пойдет не так, деньги вам все равно вернутся, это не проблема, и не надо будет ждать, там, два месяца, как в некоторых магазинах. То есть, да, вы оплатите деньги на карту, плюс еще сэкономите от 20 до 70 гривен ваших денег, которые взимаются на новой почте за отправку ваших же денег нам. Вы отправляете только новой почтой? Ну, скажем так, в основном новой почтой, но Укрпочта тоже работает, и ей тоже иногда отправляем, если дело касается каких-то маленьких населенных пунктов или там международных отправлений. Конечно, тут вот подключается Укрпочта. Как мне оформить заказ? Заказ вы можете оформить на сайте или сделать в телефонном режиме, но, смотря вот от вашей продвинутости, если вы ориентируетесь, как это сделать на сайте, можно не прибегать к телефонной связи. Ну, а если там вам что-то непонятно, набирайте просто номер телефона, дозванивайтесь до наших девочек и, в общем-то, разговаривайте в телефонном режиме, просите подобрать. То есть, мы всегда по-человечески качественно обрабатываем все заказы и, в общем-то, можем подсказать и порекомендовать и придумать и выбрать другой вариант, даже если вы в чем-то сомневаетесь. Если я плачу, а товар приедет с браком, тут надо понимать, что такое брак. Я понимаю, что брак – это такой дефект товара, который получен в результате производства этого товара, приобретенного этим товаром, так вот скажем. Поэтому еще раз скажу, что на отделении новой почты, получая товар, внимательно его рассмотрите со всех сторон, или получая от курьера, тоже внимательно его рассмотрите, после этого только оплачиваете его или принимаете решение, или отправлять его назад нам, с какой-то претензией, или оплачивать его и забирать себе домой в вечное пользование. Ну, конечно, все это оговаривается индивидуально. Брак – такое дело скользкое, можно называть браком, и неся с новой почты, там уронили, что-то там разбили, а потом это вы будете считать браком, но я считаю, это не очень правильно. В общем-то, все основные вопросы мы рассмотрели, но в любом случае задавайте, если вас что-то интересует, если вас что-то волнует, задавайте вопросы другие какие-то, мы будем это все обсуждать, вместе с вами отвечать максимально полно и максимально понятно. Спасибо. Спасибо.